4 апреля, мы возле Вайкики, Алане. Сейчас покажу вам время. Не успею перейти на второй. Ипаны красивого цвета здесь интересного такого. Всё, мы зависли надолго. Красный свет здесь долгий вообще. Итак, время 5 часов 34 минуты. По погоде день сегодня такой же, как вчера. Такой же, как вчера. То есть позавчера был супер жаркий. Вчера был тёплый, классный. Местами, вот даже опять же в тенёчке. Вот сейчас со стороны гор, когда иду, бывают в тенёчке, что в футболке немножко кажется такое. Ну, не прохладно, но чуть-чуть хочется больше тепла. Это в тени. На солнце всё отлично. Даже сейчас жарко. На солнце сейчас не меньше 26 точно. В тени сегодня было не больше 23, но может быть где-то не больше 24. Это в тени. Ну, в принципе, аналог вчерашнего дня примерно по погоде. В тот день один был аномально жаркий. Там действительно, друзья, там была тогда температура позавчерашняя. Это было не то, что даже температура, а по ощущениям даже. Вот в квартире вот реально ты заходишь и понимаешь, что вот даже уже и открытое окно, но тебе нечем дышать, и оно не проветривается. И даже ощущение, ну, ещё духоты, конечно, нет. Духота в июле. Но вот было реально что-то такое, как я говорил, что примерно 20-е числа июня как минимум были по погоде. То есть это было действительно аномально, а не традиционно для такой даты. А сейчас нормальная апрельская погода. Температура воды в море около 20 градусов. Почти по всем районам Алайни уже на ближе к 20. Если кто-то вам скажет, что вода 18, сейчас, скорее всего, это неправда. Минимум 19,2 и в тёплых местах до 20 градусов вода. Ну, то есть 20, она чётко. Даже 22 может быть. Вот этот светофор очень долгий, друзья, но не ходите на красный свет, потому что он не просто так светит. Могут ехать оттуда, откуда вы не ожидаете, вы не увидите машину. Много туристов я сейчас вижу англоязычных. Вот. Вот и... Да, я иду в сторону порта этого маяка. Я не был, наверное, почти две недели. Кто знает, когда я был в последний раз. Маячок уже там, наверное, подумал, что я это, уехал. Реально, да, недели две почти, я думаю, не было. Я потом найду, посмотрю, когда я был в последний раз, когда маячка кормил. Всем, кто переживает за котиков сейчас. Кстати, котиков я уже сегодня отдельно начал снимать, я не знаю, потому что видео смонтирую ещё. Не вижу, не вижу, не вижу нашего самокатного. Опять, к сожалению, не вижу. Не знаю, куда он мог деться, что могло случиться. Может, запускаю, что мог переехать куда-то чуть по улице в другую сторону. Но... Но почему? Если всегда сидел здесь. Нету. Котик сидит, скучает. Котик, еда есть, вода есть у вас. Тут всё есть. Вот так красавец. Ты мою еду любишь, да? Хочешь? Ну, окей. Меня плюсят? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Так всегда кормят, но вот мою еду она любит. Любит, просто любит. Вот опять же, вот шоу было жарко, у меня спина прям мокрая. Сейчас вот здесь вот эти моменты, когда солнышка нету в тени, и лёгкий, и обдувающий ветерочек, то такое ощущение, что хочется что-то ещё надеть на себя. Ну, разница такая существенная между тенью и солнцем сейчас. По градусам, по ощущениям. Градусов 3, я думаю, точно. То и в 4. Поэтому вот сейчас ветер свежий дует, солнце меня не освещает. Ну, короче, я сейчас так понял, солнца когда-нибудь, я одеваю свитер, который у меня в рюкзаке, потому что мне будет холодно без... Одной футболки будет холодно. Куда доведу вас, не знаю. Долго не буду растягивать, может, чтобы мы это видео сегодня посмотрели. Так, надо запомнить. Ну, короче, пусть без 20, допустим. Запомните, сколько снимать ночи. Вау, холодно. Вот тут я уже начинаю прям ветерными отдует, и я мёрзну прям. Тут он не больше 20, наверное, сейчас. В этой тени. То есть какое-то вот место прям прохладное. Смотрю, некоторые апельсины цвести ещё не начинали. Какие-то уже отсветут через несколько дней, а многие довольно ещё не начинали цвести апельсины. Так что, Инна, я думаю, у тебя ещё шансы есть, кто приезжает в средине апреля. Ну, пока, я думаю, есть, а там посмотрим. Сам сегодня обалдел, начал вспоминать, да, ну, когда же я был на майяке то последний раз. И понял, что недели две, наверное, не было. Там уже наши котейки все мамами стали, те же беременные бегали. Уже и котята их ползают, наверное. А вот он наш фонтанный сидит, смотрите. Это наш фонтанный. Он ещё не на фонтане, у него зимний вариант. Видите, он даже меня пока... Так, 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 знакомый голос же. А помнишь, я тебе еду даю? О, он спал. Сейчас, сейчас мой красавчик. Блин. Фонтанный. Он ещё шёл, думал, увижу я тебя или нет. Красавчик ты, да. Сейчас, сейчас, твоя любимая еда. Так, сюда. Ты будешь на фонтане сидеть ближе к сезону? Там же твоё место коронное. А как мне теперь видео смонтировать? Там начал отдельно котов снимать. А тут теперь в этом видео иду и встречаю их. Всё, пока. Соня. Он причём в тени сидит. Если бы ему было мало тепла, он бы был на солнце. На солнце так котейки спали. Я гулял там, где воскресный рынок. И там вот солнечные места. И котейки просто вообще прям... О, и холодно опять тут дует. И они так спали прям, ну, просто вот чуть ли не в отключке, как летом бывает, когда они спят. В жару. Томизоты. Чистый. По-турински называется. Молодцы. Они кормят котика. Блин, я замёрз, капец. Не хочу одевать кофту, потому что знаю, сейчас на солнце, если попаду, то мне будет тепло, конечно. Улица Бара. Вопрос, попаду ли. А, я на солнце, наверное, уже всё. Солнцу пока, спасибо, до завтра, можно сказать. Мы же на солнце уже не попадём, оно вряд ли уже там будет. Разве что, если я в сторону маяка пойду, может, там ещё где-то буду вылавливать. Улица Бара. А так-то всё. Солнце теперь только слева или справа от этого места. Здесь теперь он... Здесь оно рано уходит. Хотя закат. Тут Леопатрия будет аж после семи. Это чей хвост торчит, смотрите. Интересно, как ты сидишь. Давай твой хвост. О, я вспомнил, там малые были возле... Блин, я хотел спуститься. Сейчас голос нашу поискать. Да, солнца даже нету сейчас. Опять всё затянуто этой пылью. С пустыней Сахара. Как она уже замахала два месяца. Я Махмутлар вообще почти не вижу. Так, посмотрим сейчас, чем ты ешь. Почувствуешь ли ты хвостом еду? Вот, чем вопрос. Да, почувствовал, почувствовал. Скажи, не хвостом, но почувствовал. Да, привет, рыжий. Хотя не из тех малых случайных. Ну, а ты еду сегодня не понял. Я с еду насыпал, на. Сиди сюда. Иди, еда, еда. Подходи. То ли он не ел никогда еду для коечков. Смотри. Вот еда, да. Понюхай, понятно, но он разберётся. Наверное, не ел никогда сухой корм или я не знал. Так, убрали сгоревший... А, нет, не убрали ещё. Что-то на днях тут я смотрел. Они расчищали там вроде. Они с воды убрали мусор. А... Адмирал Блэк так и стоит. И рядом с ним другой Адмирал Блэк. Тоже Нептун там нарисован. Или как его назвать? Осьминог этот, но он злобный какой-то. Но это был поприятнее. Получается, уже Адмирал Блэк там написано тоже. Я не знаю, был или нет вот этот новый, который... Адмирал Блэк. Убрали они тот корабль, который полностью сгорел. Получается, и мусор, тот, который вокруг них был. А сам этот сгоревший стоит ещё. Адмирал Блэк. Рядом с ним новый Адмирал Блэк теперь. И больше стало кораблей. Видно, что сезон начинается. Приехали, видимо, корабли, которых не было здесь пару недель назад. Здесь очень много пиратских. Сейчас и пиратских, и больших каких-то ещё. Так, я всё-таки здесь пущу, сейчас не пойду, окрасно-башно. Холодно, вот сейчас мне холодно, реально. Всё, солнце. Нет, солнце есть он где-то, а то не район оба, даже, ну вот центр, где этот самый, панорама, и всё же, где Энви Бич, вот там вот сейчас понадобишь нам вылезло солнце. Махмудлар Газипаша вообще почти не видно. И дело не только в пыли, там ещё что-то такое вот похожее. Хотя, ну пыль это, тучи не могут быть, дождя точно вроде нету. Хотя, не, на каком-то прогнозе дождь был на, то ли на сегодня, то ли на вчера, но это я пару дней назад смотрел, я уже забыл за это. Видимость, вот где-то начало района оба. Не, ну оба ещё видно, Месут отель вижу, это вот туда вот дальше, Тосмур и дальше погнала Кистель уже в дымке полная вообще. Ну так эта пыль не ощущается, друзья. Так вот её нету. И это самое главное, я не знаю, может Махмудлар есть? Или туда куда-то за Газипашой ближе, она же оттуда приходит, может там и большая концентрация. Здесь она как бы так не ощущается, это, и это главное. Никогда так долго её не было, потому что обычно она была, ну пару недель. А сейчас она получается почти со середины февраля, она то есть, то нет, но больше есть. Дожди проходили, её гасили, смывали, потом опять она появляется. Уже пустыня свои пески разбрасывает. Что-то белое там валяется, на артишоке похожее накидали. А, а то камни что-нибудь. Артишоки в воде, чищенные причём. Сказанулая, так, где смеша голос? Я не видел. Сейчас я, может быть, и одеваться буду, потому что местами жарко, но когда дует этот холодный ветер, он мне не нравится совсем. Тем более у меня спина мокрая, футболка. Да знаю я, что вы просите пройти до этого корабля сгоревшего. Друзья, есть видео отдельное, я показывал весь этот ужас. Ну, что там смотреть? Не, не пойду, я там, тем более, везде уже стоят. Эти там его работники будут, которые потеряли этот корабль. Я буду с камерой ходить, снимать. Чужое горе зачем? Посмотрите видео в конце, если не забуду, ссылку влюблю. Кто гуртового смотрит, ну, не встретил пока. Я как бы, ну, нет у меня цели его найти или это. Просто если будет, я вам покажу обязательно, потому что почему-то меня, ну, наверное, россияне, меня путали с ним, но из-за акцента, наверное, из-за этих букв или я не знаю из-за чего. Ну, хотя спутать мой голос и его голос, это надо, ну, слегка не в себе быть. Мне писали, это было еще, в основном, 3 года назад. Или 4 года назад. Писали, где твоя Руслана? Я думаю, какая Руслана? Я его знать не знал тогда, он только начинал канал. Кто-то его смотрел, видимо. Думаю, какая Руслана? Я потом тоже спрашиваю, где Руслана? Я говорю, отошла, там, типа, а ну, привет, передавай. Я говорю, хорошо, но шутил как бы. А потом кто-то мне уже показал, я понял, что это канал гуртовой. Руслана, это его жена. Вот оно то, о чем я вчера рассказывал. Вот это пыльца с деревьев авокадо и с каких-то сосновых еще. То есть это не загрязнена вода чем-то плохим. Это природа, ветрами, опять же, оно просто принесло эту пыльцу. Довольно много здесь с ней участков. Надеюсь, она не везде. Вот, гуртовой тут. Я его не смотрю, но видел, что сняли они квартиру. Ну, хорошие ребята, да. В Индии я смотрел, там, пару выпусков пока не были. Сняли квартиру на месяц, они гуляют где-то. Я сразу, конечно же, скажу, Руслана, наконец-то я тебя нашел. Где же ты была? Мои зрители так тебя искали. Так что, если встречу, покажу. Ну, они гуляют в основном днем, наверное, когда я сплю. Днем, утром. Вон, наша голос. Голос. А, ты тоже уже заскучилась, насколько ты меня не видела. Голос. Привет. Привет. Да. Где-то был столько вредитель. Почему не приходил, не кормил? Да. Да. Голос. Голос. Что там сейчас будет с малышами, с этими родившими, разродившимися, я не знаю. Кирилл, надо было нам с тобой все-таки прийти сюда, чтобы ты посмотрел своими глазами на черную. Сказал, точно лишаю ее или не лишаю. Кирилл меня не обрадовал. Он сказал, что если у нее реально лишай, то вот этого не было здесь. Вот только, ну, в смысле, это тот, который вы знаете, но его не было. Здесь он не зимовал. Здесь он только приехал. Сказал Кирилл, что если это лишай, то малые тоже все будут с лишаем. Я, конечно, в легком шоке вообще. Сейчас посмотрим, что там вообще будет. Так, ну, что делать? Одеваться, не одеваться, оденешься, оно будет жарко. Так идешь, оно холодно. Местами иногда нормально. Ну, так, видите, туристов нету. Еще как бы до ужина далеко. Кто там в отель на ужин может спешит, еще нет. До этого далеко. Но людей особо я не вижу. Было бы сейчас тут солнышко, да, было бы нормально, комфортно, если бы было бы солнышко. А вот без солнышка сразу совсем другие ощущения. Яхт больше стало, это тоже видно было. Тут редко они стояли, как бы потеснились. И тут очень много их стало сейчас тоже. Это все говорит о том, что люди выезжали уже из своих, кто их держал, может, в каких-то ангарах, где-то в каких-то гаражах, а не на воде. Но все уже тоже здесь. Что там происходит? Они что-то делают. Облагораживают свою территорию возле кафе. Поверить мне, мол, что я не был здесь две недели, да ладно. А может, даже и больше. Там он солнышко есть, вон где наша, чернохвостик наш. Там где-то еще солнышко вышло сейчас. Хочу туда, хочу туда. Ох, красавчик, он балдеет какая. Ах, кто это даже? Ах, кто это еще за рыжий? Из тех, наверное, которые двое там ходили. Людей довольно много здесь. Верующих мусульман. Не едят до семечки, но тут мало кто ест, кстати. Пару столиков. Одни Казахстан, я вижу. Люди и второй столик, наверное, европейцы. Те, кто кушает. Остальные просто сидят. За столиками. Бутерброд не подорожал. Комброек Мех 110, так и было, да. Туркиш кофе 40, чай 40. Что, ладно, какой чай? А, Туркиш Ти 15. То чай какой-то непонятно. 40, что за чай? На башню я не пойду, друзья. У меня сейчас проблемы сходить. Вообще, мне так сложно, вы себе представить не можете. У меня один палец раненый на одной ноге и на второй. Хожу просто как-то, может, поэтому сюда долго не приходил тоже. Боже, в горах что, смотрите. Там и пыль вперемешку с облаками. И очень красиво на Лафалане, особенно кто находится там. Это все ближе, очень красивый общий вид такой. Мы на Ромко-Лавочке сидим. Познали дальше. Так, я где-то метров 50 от солнца нахожусь. Хотелось бы, хотелось бы. Музыка что-то какого-то. Колобок на месте, колобок на месте. Тут тоже, по-моему, стало чуть больше этих вот корабликов маленьких. Я не думал, что вас доведу аж сюда. 5,5,5,2. Да, видон обалденный с этими облаками, пылью. Облака низкие тоже, видите. Те, которые с опачканной пылью, можно так выразиться, они похожи на грозовые облака сейчас. Так, надеюсь, котен и мои сейчас все рады бодные видеть. Потому что реально я уже обалдел, конечно, столько их не приходить здесь, не кормить. Понятно, что они не голодные. Тут люди ходят, помимо меня. Куча людей их кормят. Первая малышка должна выбежать. Не знаю, будет она или нет. В принципе, может быть, я сейчас даже и выключусь, а потом буду уже снимать отдельно видео, какие я всех покажу, которые здесь будут, смонтирую уже с теми тогда. Потому что у меня в бутылочке закончился корм. У меня есть корм в пакете, и мне его надо пересыпать в бутылку. Чтобы не тянуть время, вас не отвлекать этой процедурой. Я думаю, что, может быть, сейчас я ее выключусь. Очень хотелось бы увидеть нашего Ушкина и узнать, что он жив-здоров. Ну, не знаю. Так, кто-то он там сидит, я даже не вижу, кто это. Малышка. Малышка одетый. Малышка, она же всегда здесь была. Ну что, друзья, вот тут я сейчас с вами попрощаюсь, а потом кто котеек любит, видео еще будет с котейками, обязательно покажу. Всех и маячка, конечно. И всех, кто будет выходить ко мне сейчас из наших знакомых. Вон оно, солнышко пока. Спасибо, до завтра. Спасибо, что меня еще хоть тут уже хоть чуть-чуть особо не греет уже здесь. Но, конечно, приятно. Сейчас дни теплее-теплее, безусловно, теплее, чем там я шел. Сейчас я иду. Солнышко меня освещает. Это здорово. Все, пойду сейчас искать. Может, видите, встретятся семейки, родившие, беременные котейки. Я же всех покажу потом, кого найду. Сейчас немножко и вас заряжу. Давайте все с вами прощаюсь. Друзья, мира, добра, позитива всем. Спасибо всем нормальным людям, которые смотрят мои видео. Идите лесом все, кому я чем-то не нравлюсь, кто зашел сюда случайно, и кого что-то не устраивает. Просто закройте видео. И не приходите, не заходите на мой канал. Не надо мне писать ваши комментарии. Мне плевать на то, что вы напишите. А нормальным людям, адекватным, добро пожаловать. Пока. 4 апреля, Алания. Продолжение следует...